Эксперты подводят первые итоги импортозамещения в стране. Кое-что удалось реализовать достаточно быстро. Так, например, доля импорта по данным Росстата уже в первом полугодии 2015 года снизилась на 40%. Вместе с тем растет и потребительский патриотизм. 65% россиян поддерживают импортозамещение, 78% уверены, что российское сельское хозяйство способно полностью обеспечить страну едой. 51% опрошенных считают, что качество отечественных продуктов выше, чем импортных. Есть отрасли, где нарастить отечественные объемы можно в сжатые сроки, уверяют эксперты, например, в ряде сфер сельского хозяйства. А есть те, в которых для первых результатов потребуется 6-7 лет, даже если будут инвестиции. Производство чего у нас выросло. Самые высокие показатели в сфере обеспечения лекарствами. Увеличилось и производство российских моющих, чистящих средств, косметики и парфюмерии. Самые минимальные показатели в сфере производства молочных продуктов. Первые итоги импортозамещения подводят сегодня в столице Приморья. В рамках всероссийского проекта «Гражданский календарь импортозамещения», специалисты, среди которых представители ОНФ, предприниматели, чиновники, депутаты пытаются оценить уровень обеспеченности населения России качественными и доступными лекарствами, продуктами питания и товарами повседневного спроса. Ситуация экспертов пока, мягко говоря, не радует. На полках явно ощущается недостаток качественной и доступной продукции местного производства. Много вопросов к монополистам. Монополисты – они граждане России. Они думают о своих согражданах, когда такие тарифы, когда это сказывается на конечном потребителе, на прилавках. Все эти вопросы вызвали очень живую бурную дискуссию. Слово в свою защиту смогли сказать и монополисты. Они уверяют, что с каждым годом государственная поддержка ощущается все меньшим. Высокая себестоимость товаров связана с большими тарифами естественных монополий, проблемами с выдачей земли и налоговыми льготами. Сельское хозяйство, да и любое промышленное производство не может без инвестирования в оборудование, в технику, без обновления жить. А нам все это нужно купить. Как доллар подорожал, так мы стали покупать технику. В два, в три раза дороже. Кроме того, в некоторых отраслях промышленности и сельского хозяйства кадровый дефицит. А предпринимателям приходится брать кредиты с большими процентами, которые порой съедают всю рентабельность. Кто виноват и что делать? Ответы на эти вопросы эксперты получат лишь спустя время, после того, как проведут встречи, подобные этой, в каждом из федеральных округов. В апреле 2016 года начнется анализ данных и предложений, а в июне уже будет представлен доклад президенту. Марина Аболешева, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.